Здравствуйте, друзья! Сегодня вновь с вами канал Я и мой хвост, и я его ведущий Олег, ну и соответственно Акбар. Сегодня мы с вами поговорим о том, как нужно ухаживать за шерстью наших собачек, то есть какие предметы гигиены для этого существуют. И чем лучше, то есть проведем выборку такую среди этих предметов гигиены. Но заранее скажу, что я всем рекомендую и сам лично отдаю предпочтение вот такому предмету гигиены по уходу за шерстью, как фурминатор. То есть что из себя представляет фурминатор? Фурминатор это вот такое вот лезвие, у которого имеются ламельки, такие в виде расчесок. Он убирает отмерзший подшерсток у собачек. Я сейчас немножко запыхался, мы с Акбаром бегали и играли сейчас, для того, чтобы собачка была спокойная, то есть чтобы он выплеснул свою энергию. Все мы в основном, и я тоже раньше пока не знал о фурминаторе, пользовался вот такой вот элементарной пуходеркой. Но пуходеркой нужно пользоваться, естественно, в период линьки, тем более это каждый день. Фурминатором вполне достаточно это делать, эту процедуру, раз в неделю, а то может быть даже и пореже. Потому что, повторюсь, он убирает до 90% от отмерзшего подшерстка животного. То есть вы избавитесь вот от этих клубов шерсти, которые катаются у вас по дому. Хоть пылесось, хоть не пылесось. Ну вот давайте сейчас проведем небольшой такой тест. Бородиками, садись, садись. Я чешу собаку пуходеркой. Молодец, хорошо. Не забываем поощрять собачку, то есть вот он сидит, мы его чешем. Он должен знать, что это хорошо, что он молодец. Ну вот примерно столько мы насобирали. Я не буду сейчас всю собаку вычесывать, чтобы не занимать время у вас. Просто для того, чтобы вы поняли, что фурминатор, хоть он и стоит раз в 10 дороже, нежели вот эта вот пуходерка. Но она, этот предмет гигиены, стоит того. То есть вот мы спинку прочесали. Все, пуходерка у нас не собирает. Теперь мы тот же самый. Ну-ка, стань. Стань, чтобы видно было тебе. Сейчас мы тот же самый, тот же участок, проходим к фурминаторам. Ну, сразу заметна разница, да? То есть вот о чем я говорил, что после. Причем он достаточно нежно массирует собачку. То есть здесь приток крови у нас появляется. Грязная шерсть убирается, грязный подшерсток убирается. Не надо давить абсолютно, когда вы прочесываете. То есть это просто расчесывающие движения такие должны быть. И вы избавляете себя от аллергических веществ, которые находятся в собачке, в шерсти. Вы дышите дома свободным воздухом. Собачка вперед, линьки тоже остается довольная. Ну, то есть разницу вы разглядели, да? Я сейчас не буду полностью прочесывать собаку. Но разницу вы поняли. То есть... Садись. То есть если пуходерка стоит в районе 200 рублей, то фурминатор в зависимости от производителя. Не рекомендую вам брать подделки. Лучше берите какого-нибудь качественного немецкого производителя. Будет стоить порядка от 1000 рублей до 3000 рублей. Но тоже в зависимости от размера. Он имеет различные размеры, различную свою форму. То есть может быть вот такой ровный. Может быть вот так вот под бачка сделан. Как раз прочесываете вы бачка. Он в форме изгиба такой. Чтобы собачке было лучше. Ну и естественно, когда пройдетесь с фурминатором, Еще продаются вот такие вот массажные рукавички. Для того, чтобы не руками, как вот я сейчас делал, собирать шерсть. А именно просто пройтись вот такой рукавичкой. Это дополнительный массаж собачки. Делает собачка чувствовать себя хорошо. Свободно. В общем, следите за здоровьем своего животного. Заслужите доверие. Заслужите уважение. И все у вас получится. С вами был канал Я и мой хвост. Я его ведущий Олег. И мой хвост Акбар. Доверие и уважение. И у вас все получится. Спасибо. Спасибо.